Самые уникальные предплечья Российской Федерации. Направление электрические счетчики. Самый сильный электрик, не верю мать. Нас было четверо, их было восемь. Ну, они все были почти по два метра. Он вообще ничем не занимается, кроме армрестнинга. Он не жмет лежа, он не приседает, он не делает становую тягу, он ничего не делает, кроме армрестнинга. Представьте, что существуют на планете люди, спортсмены, силовики, которые никогда в жизни не жали штангу лежа. Сейчас придет этот человек с необычной антропометрией, выдающейся физически показателем, крутой, Артур Макаров. И пока они с Давидом поднимаются, хотелось бы сказать спасибо компании Фондбет за то, что поддерживают выход контента на этом канале. Кстати, Фондбет является партнером ПФК ЦСК, ФК Локомотив и сборной России по футболу. А также стоит отметить, что Фондбет титульный спонсор Кубка России по футболу. Специально моих подписчиков действует промокод Сарычев, по которому ты получишь фри-бет 2000 рублей в их удобном мобильном приложении Фондбет. Переходи по ссылке в описании, забирай свой бонус и делай ставки на спорт вместе со мной. Поехали! Мы снова в моем легендарном зале в бане. Он стал уже легендарным. Легендарность этому залу придают гости, естественно. Не менее легендарные. Отгадаешь загадку, Владос? Давай. Позвал с собой мужика на второй этаж бани, взял сантиметр. Это топовый арбресслер, ты будешь измерять предплечья и бицепс. Так все прям вот и подумают, вот все так подумают. Не, на самом деле ты прав. Самые уникальные предплечья Российской Федерации. Кручек больше необычных я не видал. Очень сильный. Страшно титулованный. Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России, чемпион чемпионов. Артур Макаров, шоу на раз. Привет. Мой рост метр семьдесят четыре, вес семьдесят семь. Мне 29 лет. Семикратный чемпион Европы и мира. Но семикратный там и входят и юниоры, и среди мужчин. А в ком весе? В семьдесят килограмм. Кирилла заборишь? Не знаю, не боролся. Я понял, почему у него такие огромные руки. Почему? Потому что провода крутил голыми руками. Он залез на столб. Он реально по столбам лазил. Прикинь, сейчас за столом сидел на свой рассказ. Высоковольтка наш с остальными жилами? Да. А? В руку. А потому что как бы времена-то лихие были, понимаешь? Плоскогубцы, ни хер на себе. Плоскогубцы, ты иди купейся. Плоскогубцы, сколько они стоят? Рублей 15. Самый сильный электрик в мире? Самый сильный электрик в мире, мать. Естественно, мы сегодня будем бороться. Но бороться мы будем не в этом ролике. Мы будем отдельно бороться. Поэтому ты подпишись, чтобы не пропустить. Вообще мы идем к 2 миллионам на канале. Да, сейчас пряможидочные цели 1,5 миллиона. Поэтому уж коль ты зашел сюда, друг дорогой. Тебе ничего не стоит нажать на кнопочку, ударить колокольчик, написать комментарий. Похвалить гостя, меня не надо хвалить. Пожелать им успехов, желаю здоровья. Подписаться на его соцсети. 45, может, 44. Все мы привыкли к тому, что Бумбар это больше про батончики, всякие панкейки или мои любимые. Мои ММД, которые я постоянно убалтываю с кофе. Вот, то есть всякие вкусные ппшности без сахара. Но у Бумбара также имеется линейка ПРО. То, что нужно для настоящих атлетов. Все для того, чтобы расти и набирать силу и массу. Казеин. В линейке ПРО у нас есть Креатин. В линейке ПРО у нас есть Изолят. В линейке ПРО у нас Тиуэй. В линейке ПРО у нас есть все для того, чтобы профессионально заниматься спортом и выступать на соревнованиях. А внизу в описании есть ссылочка, по которой вы можете перейти на сайт. Скидка аж целых 30% по промокоду Сарачев. Тоже, наверное, 44. Вот. Как ты на такое смотришь? 44, 44. Это формула настоящего армрестлера. Я могу про тебя сказать, что ты ровный пацик? 44, 44. Ты знаешь еще, в чем фишка? Мать, выйдите. Он вообще ничем не занимается, кроме армрестлинга. Он не жмет лежа, он не приседает. Он не делает становую тягу, он ничего не делает, кроме армрестлинга. Кроме только специфика, только спецификация. Все, прикинь. Я не думал бы, если приседал бы и делал бы жим, то было бы еще все лучше. Говорили, что если будешь делать базу, то будет лучше. Сейчас, наверное, больше склонен к тому, что все-таки надо. Начал я в 2011 году. Как тебе сжимом? Никак, да? Сжимом нет никак. Вот посмотри, вот человек, который, в принципе, может меня побороться за столом. Он говорит, я не жму. Я даже не знаю, сколько я пожму. Честно. Да у него бочины, наверное, нет. Из-за жима-то. Суть шоу. Во-первых, что такое шоу на раз? Шоу на раз – это необыкновенное шоу, где необыкновенные гости, как вы можете видеть по рукам. 44-44. 44-44 – это значит предплечье 44 и бицепс 44. Необычные гости, необычные разговоры. И мы выясняем силу. Мы взяли самые простые базовые движения. Это как базовые, понятные обывателю. Это жим лежа. Сколько? От груди, брат, давишь. Бицепс. Сколько на обидку поднимаешь? И подтягни. Сколько на турничках делаешь? Все мы эти три фразы слышали от гопарея в переулках. И мы тут выясняем, сколько же. Я никогда не употреблял никакие препараты. Когда ты посидел, брата? В 18 лет начал сидеть. Ты серьезно начал в 18 лет сидеть? Да. Когда начал спортом заниматься, вот тогда я начал сидеть. Я с Казани. Не планируешь переехать в Москву? Нет, не планировал. Просто говорят, что когда в маленьком городе живешь, и спортсмен хороший, и в больших городах больше возможностей для развития. Смотря для какого развития. Если будет интересно, не знаю, можно подумать. Это у красивых спортсменов. Тех, кто мужеложством занимается. И ходит по головам. Ну, кто ходит по головам и занимается мужеложством. Вот, тем надо срочно переезжать. У них возможности больше здесь. Заниматься мужеложством и ходить по головам. А у простых спортсменов, даже талантливых, не так много трамплина. А наоборот даже может быть, да? Да. Да. Тебя местный ритм, тебя местные цены сожжут. Работаю инженером в электросетях. Направление электрические счетчики. Прибор учет. Ну, а в плане, ну, какая твоя задача? Ну, мы их поверяем, мы их меняем, мы их пломбируем, принимаем. То есть, ты самый опасный человек, который стучится в дверь и говорит, показания. Инженеры это не делают, но, в принципе, тоже могут делать. А у тебя было такое, что ты ходил по... Да. С точки зрения, это сложно, да? Люди хамят. Иногда даже посылают. Юма. Драки были? Драки, драк не было, слава богу. Ну, в основном там сюрпризы бывают с собаками. А с ружейми там? Я, пара, май, сейчас застрелю, пошел сюда. Сопорами уходили. Это призвание или вынужденная мера? Вынужденная мера, наверное. Работать? Да, да, я думаю, вынужденная мера. Он еще говорил, что он просто баллазил, прикинь. Вторая моя работа, это тренер, преподаватель в университете. Холодный, мокрый вечерком. Ну, так вот. Какое-то ощущение, что симулянт. Нет, нет, не симулянт. У тебя 80 полетел, давай 90, мужик. Друзья, каждого из нас посещала мысль. А что бы, если вот я лежал, а кто-то за меня тренировался, и у меня мышцы росли? Или такой, знаешь, я просто думаю о том, что я поднимаю, и у меня растут мышцы. Так это не работает, мужчины. Но есть возможность упростить вашу жизнь. Я неспроста сижу на диване, мужчина. Что если я вам скажу, что можно набрать мышечную массу, не выходя из дома? Что если я вам скажу, что можно даже дойти до соточки дома без штанг, без жимовой скамьи? Новый, самый доступный гайд, самый понятный гайд для обывателя. Жим 100 килограмм дома. Вас ждет 9 недель тренировок. С видео, с техникой, с описанием. Подробное введение о том, как развить физическую силу дома. Не выходя из дома, друзья. Не выходя из своей квартиры. Мужчины, никаких больше отговорок. Соточку должен жать каждый. Ссылочки на гайд будут в описании. Перелом. В 2012 году на чемпионате мира. Винтовой. Через полтора года железки сняли. Но еще год я, наверное, на установление. Ну, я, знаешь, подсознательно, наверное, не боролся и боялся. А вот психологически, когда ты переживнул страх этот? Наверное, со временем, года через три, когда все вот это притупилось. И я уже потихонечку начал бороться, включаться. И уже нет такого страха. И рука сама по себе становится сильнее после травм. Как ты пришел в парбраздинг? Наверное, я сам хотел этого. В детстве мне показали, как бороться. Мне понравилось. Я начал бороться. Ну, боролся, конечно, топорно. Потому что не знал ни техники, ничего не знал. Как закончил школу, пришел в университет. Ребята подсказали, с которыми я познакомился в общежитии. И вот пришел туда. И там начал с ребятами бороться. Первые соревнования. И с тренером познакомились. И вот я начал у него тренироваться. Пожалуй, пожалуй, нормально. 90 килограмм. Вес 75, тебе 77? 76,5. А сколько у тебя максимум был на бицепс? 60. Ну, я с упора делал. У меня, скорее всего, будет так, когда будет вес чуть-чуть побольше. Скорее всего, правая рука будет тащить, а левая рука будет отставать. Хотя уже видно так, левая рука внизу. А почему? Слабее. Вообще, сама по себе физически слабее. Левая? Да, она 4 операции перенесла. Просто посмотрите на эти предплечья. Брат, вот они раздулись у тебя. Поставил пукавок. Не, я не вывожу. Реально, он здесь делает, да? А тут еще какая-то. Как будто бы подразумевалось, что 4 руки будет. Потом нет, все-таки Кость-то одна, как я 4 руки. А мясо осталось, смотри. А что, выкидывать, что ли? Вот и выросли такие. Бил какой-нибудь кулаком в жбан таким большой. Ну, я 3 года работал в ночном клубе. Ну, у нас тут все истории. Расскажи какие-нибудь случаи, истории? Драки были, конечно. И мне попадало, и мы там ребят валили. Нас было четверо. Их было 8. Ну, они все были почти по 2 метра. Там пару-тройку человек было там, ну, моего роста. Нам просто повезло, наверное, то, что с нами стоял чемпион по боям без правил. Он один пятерых уработал. У нас было четверо, их было 8. Он 5. Мы каждому по одному. Кстати, тебя током било? Нет. Серьезно? Нет. Какой ты, ты неправильный орехник? Так немножко щипало. Ну, то есть, видимо, контакт был не очень хороший. Что за электрик, который током не бил? Предлагаю, брат, это сейчас исправить. Нет, я не хочу рисковать. Есть ли, прибор замкнут один? Да, можно взять тадик железный, туда водичка налить, туда встань. У меня у друга отца насмерть убило. Напился, писать пошел. И вот так вот, знаешь, как обычно облокачивается. И в щиток на 380 руку положил. Межфаз попал. Да, ему ухо оторвало. Расскажи свою историю про широчайшего. В 3 года образовалась опухоль, и левую широчайшую пришлось удалить. Это мешает тебе подтягиваться? Больше, наверное, правая тянет, а левая просто держит. Все, очень необычные люди. Я рад, что меня в жизни такие необычные люди окружают. Внизу ссылочка на все в сети. Конечно, респектните, подпишитесь, напишите человеку добрые слова. Пожелайте удачи, восстановления. Но мы пойдем бороться. Да, и, конечно, поддержите, пожалуйста, в начинаниях наших. Так, пожалуйста, киньте подписочку на канал. Просто на ход ноге, ребят, чисто от мимо идете. Киньте, оно как бомбас. Можете в колокол даже не бить. Хотя лучше в колокол ударить. И все. И вам мелочь. Мне приятно. Все в плюсе. Всем пока.